Восьмого ноября 2009 года я купил билет в один конец и прилетел. И нет у меня никакого желания возвращаться в Россию. За последние 5-6 лет я стал чувствовать, что моя работа уже не доставляет мне никакого удовольствия. Я не получаю никаких результатов от этой работы. Ну, проще говоря, мне надоело тратить свою жизнь, силы, свой опыт, свои знания впустую. Есть проблема политическая, точнее, причина политическая. Было постоянное такое моральное давление. Я понимал, что контролируется электронная почта, я понимал, что контролируется телефон. Иногда я замечал каких-то людей, которые следовали за мной, какие-то разговоры разных людей, которые мне намекали, что ты нехорошо себя ведешь, ты ведешь себя не так, как это хочется российской власти. В России власти настолько стали контролировать работу журналистов, не только восстановив традиции советской пропаганды, но и установили очень жесткую цензуру. И поэтому журналисты в России практически перестали бороться за свои права. И мы увидели, что количество акций в защиту своих прав или каких-либо действий российских журналистов стало снижаться, и сейчас их практически уже нет. Власти, видя, что журналисты так пассивны к своей судьбе, они все больше и больше наступают на журналистов. Мы стали фиксировать огромное количество открытых уголовных дел против журналистов, и каждый год в среднем 60 и больше уголовных дел. Это единственная страна в мире, где так используют уголовный кодекс против журналистов. И в России сейчас в уголовном кодексе есть уже пять статей, которые могут преследовать журналистов за их профессиональную деятельность. Мы все больше сталкиваемся с проблемами тех людей, и не только журналистов, которые пишут в интернете. Это и блогеры, и участники разных форумов. Мы фиксируем огромное количество судебных процессов над людьми, которые пытаются выразить свое мнение в интернете. Более-менее активные журналисты были вынуждены уехать с Северного Кавказа, и в основном уехать в эмиграцию в Европу или на Запад вообще. Во-вторых, появился страх, потому что многочисленные случаи преследования, избиения, нападения на журналистов, возбуждения уголовных дел, судебные процессы по Гражданскому кодексу, угрозы. Журналисты просто физически боятся за свою жизнь, боятся за свою безопасность. И поэтому нет никаких условий для того, чтобы появлялась независимая журналистика. И если продолжится политика Кремля в отношении Северного Кавказа так, как сейчас это происходит, это подавление силы, подавление силы любого инакомыслия. Подавляя инакомыслие, население начинает сопротивляться, и часто это уже происходит вооруженным путем. То есть это, естественно, реакция людей на притеснение. То есть вначале запрещают говорить, потом запрещают выступать, потом начинают давить на родственников, потом начинают отбирать бизнес, если он есть, потом убивают, в конце концов. И в итоге вот эта атмосфера страха, которая, на мой взгляд, будет препятствовать тому, чтобы в ближайшие 15-20 лет на Северном Кавказе появилась нормальная журналистика. Она сейчас живет в атмосфере страха. Я все меньше и меньше слышу упоминания такого слова, как «свобода». Люди просто забыли о том, что журналистика в первую очередь должна быть свободной. Северном Кавказе Северном Кавказе Северном Кавказе